Страусиная ферма в Чебаркульском районе работала несмотря на карантин по бешенству. Предприниматели проводили экскурсии и продавали клиентам товары. Яйца, перья, мясо. Хозяйка фирмы заявляет, до сих пор от Роспотребнадзора не получили официального распоряжения о принятии экстренных мер. Отрицают здесь и подозрения на бешенство. Под подозрение предприятие попало после того, как на территории поймали лисицу. А затем ветеринары подтвердили, животное было заражено опасным вирусом. Это ЧП, рассказывают, на ферме произошло месяц назад. Ветеринары тут же взяли пробы на бешенство, а собакам с фермы поставили прививки. Инкубационный период вируса прошел, заболевших нет. Однако власти приняли решение ввести карантин. Ни одно животное не покусало, ни одно не заболело. Поймали лису на подступах. Медаль собаке надо дать. Когда что-то происходит, собаки по-особому лают. Ну и услышали, что здесь пес с кем-то борется. Все это время на ферму приводили детей на экскурсию и продавали яйца. Теперь до получения результатов, анализов, деятельность предприятия в поселке Сарафаново будет ограничена. Под карантин попали еще два поселка. Нугуманово в Кунашахском районе и Вандышевка в Уйском районе. Там тоже видели инфицированных лис. Напомню, что вирус бешенства передается через слюну животных, поражает нервную систему и может привести к смерти. Полную версию видео с остроуфиной фермой и комментарии специалистов смотрите на нашем сайте 1обл.ру в разделе онлайн ТВ.